Вы еще не соскучились по теориям? Ведь сегодня для разнообразия на канале я хочу вспомнить мультфильм Рататуй вместе с великим поваром Рэми. Наверное, все из вас помнят концовку с критиком, который рад был вновь съесть блюдо Рататуй, которая напомнила ему рецепты с детства. А что если Рэми уже был в доме у Эго, и на самом деле именно он повлиял на таланты мышонка? Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня вам расскажу, почему же Антуану Эго критику понравилось блюдо Рэми. Поехали! Также хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали подписываться на канал и нажимать на колокольчик, ведь активность влияет на активность видео, поэтому чем больше лайков и комментариев, тем активнее будут выходить видео. Но не буду вас отвлекать, давайте начнем. Рататуй – это один из самых любимых мультиков многих. Добрый, интересный историй Рэми, который хотел научиться готовить и стать шеф-поваром. А какие там персонажи? Все как на подбор. Это один из немногих мультфильмов, где раскрываются все персонажи, их характеры, цели и поведение. Если вы хотя бы немного вспомнили мультфильм, то вы, наверное, помните удивление главного критика Антуана Эго. Его мрачный вид и недовольное каменное лицо не давало уверенности ни Рэми, ни самому Лингвине. Но кто бы мог подумать, что ему так приглянется это блюдо Рататуй, но действительно ли именно Рататуй его привлек? Или может его больше привлекло то, что это блюдо напоминает ему о доме? Дело в том, что один из фанатов Пиксара тщательно изучал весь мультфильм. И когда начинаются воспоминания у мистера Эго, присмотритесь к его дому мамы. Висящие апельсины, полупрозрачные шторы, очень старый чайник, ну и вообще вся кухня выполнена по особому старому стилю. А теперь давайте мы немного перенесемся в самое начало мультфильма. И как вы помните, Рэми жил со своей семьей прям под домом одной бабушки и иногда даже над домом. И пока его брат и отец любили есть помойки, Рэми недумевал, как можно питаться всякими отходами. И если уж воровать, то нужно явно не с мусорки, а хотя бы с кухни. Рэми особенный мышонок, он таким был всегда, и поэтому он частенько воровал еду у своей соседки. А теперь присмотритесь в ее интерьер. Все тот же старый стиль, все тот же старый чайник на плите, да и сетка с апельсинами все так же висит. Видимо, это давняя привычка именно сюда и складывать овощи и фрукты. Да, вы все правильно подумали, эта старая женщина и есть мама Антуана Эго, главного критика. И поэтому ему так приглянулось это блюдо, ведь его мама готовила точно по такому рецепту. Поэтому нам по первости, когда показывали Эго до того, как он попробовал, нам показывали уж с ожидаемым недовольством, ведь он был уверен, что как мама больше никто не сможет приготовить рататуй. Получается очень даже интересная взаимосвязь, ведь на деле ту книжечку, которую своровал Рэми со своим братом, и есть книга мамы критиков, в которой описано было много блюд по рецепту самого шефа Гюсто. Но я думаю, она как истинная хозяйка вносила правки во многие блюда, чтобы оно становилось еще вкуснее, ведь ясное дело, шеф-повара никогда не рассказывает весь самый секрет. Получается, зарождение любви готовки было у Рэми не только благодаря Гюсто, шефу-повару, которого он смотрел по телевизору, но и благодаря обычной женщине, которая постоянно что-то готовила для своего маленького Эго, который тоже навряд ли просто так стал критиком. Скорее всего, он с самого детства был выборочен к еде, и это поспособствовало его карьере. Как он всегда говорил, я вовсе не любитель, я профессионал, и если еда так себе, то я ее не глотаю. Поэтому, скорее всего, мама лучшие годы жизни и посвятила этому навыку готовки, и научилась готовить просто превосходно, научившись подбирать самые разные овощи и фрукты, и делать действительно из них шедевры кулинарии. Она все подчеркивала в книжку, немного внося правки в рецепты Гюсто, чтобы долгие годы, пока растет Антуан, радовать его всякими вкусняшками. Оттого и настолько много опыта у Реми, что ему досталась такая ценная книга, и он научился готовить не хуже того же Гюсто, главного шеф-повара с пяти звездами на ресторане. Насколько Пиксар могут закручивать сюжеты, что потом долгие годы фанаты думают над этим и раскрывают что-то интересное? Готовить может каждый, но только храбрые достигают величия. Как говорил сам Гюсто, мотивируя постоянно мышонка, А из-за того, что он рожден малость брезгливым, он зачастую подворовывал фрукты и овощи у бабушки, или вернее, как мы выяснили, мамы эго. А она постоянно любила смотреть передачи Гюсто, где он рассказывал, как именно нужно готовить. В это время Реми мог делать многое, ведь все внимание бабушки было приковано только к телевизору. Ну и понятное дело от того, что бабушка плохо слышала, телевизор кричал на полную громкость. И с каждым лишним кусочком еды, который воровал Реми, он запоминал много рецептов и запоминал великие фразы шефа, которые смог потом замотивировать на такие подвиги. Но, к сожалению, Гюсто умер из-за разгромленного мнения самого эго. И что самое главное, это сказали по телевизору, и Реми это узнал. А вот его мама спала и не смогла увидеть то, что благодаря ее сыну, ее любимая передача потеряла такого шеф-повара. Этот мультфильм очень взрослый и запутывающий моментами, но от этого не менее интересный. Теперь вы знаете, почему жизнь Реми так изменилась, и почему эго после того, как попробовал рататуй, стал другим. Ведь каждое мгновение вкуса напоминало ему о доме, где ему мама делала точно такой же рататуй. А Реми тем временем осуществил свою мечту, и стал великим поваром не хуже, чем его учитель Гюсто. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также подписывайтесь на друзей, я думаю, им будет приятно. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступать в группу ВКонтакте, и пока.